я приветствую вас на канале аленин сад в этом видео как и в прошлом году мы продегустируем несколько сортов тыквы которые я вырастила на своем огороде получается в 2023 году вырастила 2024 буду пробовать на самом деле в этом есть смысл потому что многие сорта тыквы набирают свою полноценную зрелость только к декабрю я немножечко задержалась конечно же сейчас уже середина января но на то были свои конечно же причины и конечно же тыквы от этого совсем не потеряли во вкусе потому что все они у меня позднеспелые и долгого срока хранения если вы выращиваете тыкву твердокорую в основном она распространена больше всего на наших дачных участках на наших огородах то такая тыква обычно уже к новому году портится а после него начинает еще больше портится и у нее начинают прорастать семена внутри тыквы она начинает горчить вот у меня такой проблемы сегодня не будет я уверена на все сто процентов потому что хоть тут и есть твердокоры от тыква но это позднеспелые сорта поэтому хранятся они до весны практически в принципе я уже отвечаю на вопрос который очень часто встречается в соцсетях как сохранить тыкву как можно дольше и ответ очень прост нужно выбирать правильные сорта и это обычно позднеспелые сорта которые сложно выращивать наших условиях если у вас очень много вопросов про тыкву не только этот один на который я ответила то у вас есть прекрасная возможность приобрести мою книгу тыква которая наконец-то напечатана и вот буквально три дня как начала активно продаваться во всех интернет магазинах и на всех онлайн площадках включая озон и wildberries также конечно буквоед читай город выбирайте магазин или онлайн площадку marketplace который вам удобнее всего использовать и пожалуйста приобретайте книга в твердом переплете с фотографиями с вклейкой цветной фотографии все мои опыт весь мой жизненный связанный с тыквой здесь перечислен здесь множество рецептов и множество интересных фактов про историю происхождения этого овоща и конечно же про то как его с успехом выращивать совсем недорого что стоит книга ссылку наверно на wildberries я оставлю в описании спасибо вам огромное за ваши теплые слова и оценку моего творчества это конечно же мотивирует на то чтобы продолжать писать книги в новом вернее уже в этом году выйдет еще несколько интересных историй интересных овощных историй ну а мы продолжаем дегустацию и почему так долго вы ее ждали эту дегустацию потому что у меня произошла небольшая проблема в этом в прошлом буду под в январе я думаю все путаются этот год прошлый год я очень много семян тыква купила прошлом позапрошлом 2022 году на выставке тыквы в риге и большая часть сортов которые выращивал 2023 это сорта приобретенной на выставке и к сожалению большая их часть оказались не чистосортными переопыленными и поэтому в принципе дегустировать непонятно что нет никакого смысла и чистопородных плодов у меня сегодня будет совсем немного сортов это будет тристар триамбл австралийская тыковка которая к сожалению вот вырос только один такой очень тяжелый плодик но он выглядит как свежий как будто я сегодня только его сорвала мне очень интересно посмотреть что там внутри позднеспелый поэтому немножко не успел нужно пораньше сеять это тыква деликата потрясающий сорт но об этом позднее это сладкая картошка тетушки сандерс и тыква амазонка это всего получается четыре сорта четыре только четыре сорта которые стопроцентно соответствуют описанию чистопородные и про которые я могу действительно снимать видео до оставить эту информацию для других огородников и будущих поколений еще мы сегодня продегустируем сорт коги гу но к сожалению он уже не совсем то что должно быть он уже не выглядит на все сто процентов так как должен выглядеть но все равно то что вот он такого интереснейшего цвета коричневого с сизым налетом восковым указывает на то что это коги гу по крайней мере в предках присутствовала и мы немножечко оценим попробуем немного оценить но сразу вот говорю что это будет конечно не стопроцентное убеждение что вкусно или он невкусно я не пробовал я не знаю может он будет великолепен может быть он будет ужасен но это будет как бы очень условно выросла конечно же у меня мускат де прованс очень хорошая красивая тыква но и вкусная на мой взгляд рассказывала они уже в двух видео поэтому сегодня на дегустации я ее пробовать не буду разрезать не буду и выросло много-много всего другого вот эти огромные тыквы сколько я уже съела их но я не могу назвать их сорта к сожалению поэтому они в дегустации сегодня участвовать не будут и еще сорт джек билитл в прошлом году я его уже дегустировала пробовала ссылку на видео прошлогодней дегустации я вам оставлю можно посмотреть оценить подобрать для себя интересные сорта поэтому сегодня его я тоже уже разрезать не буду потому что он очень красивый декоративный и пусть он украшает просто комнату и конечно же есть у меня интернет-магазин семян в котором есть несколько сортов тыквы конечно пересорт я там не продаю только чистокровные чистопородные сорта а о том как сохранить сортность тыквы вы можете прочитать опять же в моей книжке и еще прежде чем начнем резать и пробовать тыквы хочу показать вам вот эти два плодика это тыква спагетти или кабачок спагетти которые лежат у меня с 2022 года они собраны в августе 2022 года сейчас у нас январь 2024 посмотрите какие они красивенькие хорошенькие и совершенно я не вижу никаких следов порчи но я жду этого момента жду жду с нетерпением но с другой стороны чем дольше пролежит тем будет интереснее просто показываю вот промежуточные результаты а то потом мне никто не поверит что они у меня так долго пролежали тыква спагетти уже по моим предыдущим экспериментам хранится долго на самом деле у меня есть видео на канале и там я показывала разрезанный плод который пролежал ровно один год на кухне год хранения но а это уже держится гораздо дольше будем продолжать вести наблюдение и начну я с тристара он отличается очень заметными выраженными тремя долями прямо вот сморщилась как будто на три части завернулась эта тыква это очень характерный признак этого сорта интересно как тут расположена семена непонятно как мне ее разрезать хочется конечно вот прямо по этим долькам разрезать наверное так я и буду делать запах очень слабый и я бы сказала что он скорее огуречный они тыквенный до семенная камера как бы разделена на три части в каждой дольке получается есть семена очень интересно это конечно выглядит необычно и сейчас мы попробуем с вами тыкву свежем виде и потом конечно же я все это запеку и мы тоже с вами продегустируем и выберем лучший сорт также как и в прошлом году напоминаю те кто не смотрел или забыл прошлогоднее видео про дегустацию что тогда у меня фаворитом была марина из киоти тыква очень сладкая сочная и имеет ярко выраженный ореховый привкус свежим видим следующий сорт это деликата это оставшиеся у меня уже два плода на самом деле очень урожайный сорт с многочисленными плодами но мы ее уже съели и поэтому я знаю какая она на вкус к сожалению не будет первого впечатления вам сейчас высказано зато могу полноценно и и нахваливать потому что тыква просто невероятно сладкая и после запекания свежем виде я вот ее как-то еще не попробовала чисто запекала еще очень долго хранится в разрезанном виде то есть вот если ее так разрезать почистить сложить обратно положить холодильник то она там спокойно лежит две недели и не портится и вообще это тыква деликата она в основном используется в сша для жарки просто как батат или сладкую картошку нарезают ее обжаривают в масле и едят она очень очень сладкая после приготовления сейчас попробую какая она на вкус в сыром виде на вкус в сыром виде она сладкая как банан можете себе представить поэтому когда я ее нафаршировала мясом такими лодочками замечательными запекла и мы стали ее есть нам не очень понравилось это сочетание гипер сладкая тыква потому что тыка после запекания становится еще слаще и мясо но если вот ее просто без всего запечь или пожарить то это будет очень вкусно и для каши идеально подходит конечно же еще у нее в сыром виде характерный очень ореховый привкус прямо миндальный я бы даже сказала миндальный привкус есть деликата это та тыква которая точно останется в моей коллекции которую я всегда с удовольствием буду выращивать потому что сами растения не крупные листья не большие она идеально подходит для маленьких участков можно выращивать в контейнере большом и по вкусу под длительности хранения по компактности плодов она идеальна и тыква сладкая картошка телма сандерс очень урожайная как вы видите и очень декоративная тыква и хорошо созревшие плоды хранятся долго вот здесь я вижу такой же сморщился плодик это значит что он был собран последним и он был недозрелым но при этом посмотрите он не испортился в принципе просто начал морщиться не будет участвовать дегустации чтобы не испортить впечатление возьмем хорошо созревший плод вообще я вот этот приготовила но это тоже не очень хорошо созревший потому что он тоже мягкий потому что вы видите как он отличается цветом почему есть такие не очень хорошо созревшие плоды потому что этот сорт он плодоносит до заморозков и после заморозков если не достаточно его приморозило плоды завязываются без перерыва постоянно плеть отрастает и формируют все новые новые плоды и это скороспелый сорт поэтому за сезон мы успеваем собрать очень много плодов и если вот так вот красиво отрезать вот эти хвостики мне особенно нравится вот эта часть этой тыквы ребра и замечательный хвостик завиточек она очень фотогеничная я думаю что думаю вот этот возьму такой самый самый твердый наверное он идеально нам расскажет о вкусе этой тыквы но на самом деле уже тоже пробовали уже тоже могу сказать что она действительно сладкая эта тыква и вы слышите этот звук попробую изобразить это звук крахмала эта тыква она очень крахмалистая и после приготовления похоже на сладкую картошку сто процентов то есть на батат или на другую картошку но сладкую консистенция картофеля рассыпчатого картофеля потому что очень много крахмала она хрустящая свежем виде плотная и хрустящая мякоть давайте попробуем ее свежем виде она хрустящая как морковка об нее можно сломать зубы неосторожно если откусывать но она не такая сладкая как деликата я предупреждаю деликата самая сладкая пока что она как банан по сладости а это картошка эта тыква она тоже будет сладкая но после запекания и после запекания она будет такая крахмалистая рассыпчатая как картофель сейчас она тоже сладкая и очень очень твердая и хрустящая свежем виде ее есть будет довольно сложно но пока что из трех которые я продегустировала три стара только можно употреблять в свежем виде и готовить салаты из свежего плода следующая тыква амазонка очень красивая оранжевая с классической формой плодов и классическим цветом но плоды небольшие порционные это очень крупный плод для этого сорта тыквы чем отличается амазонка и почему она стала такой популярной при продаже семян тем что у нее короткоплетистое растение междоузлия очень укорочены это интересно наблюдать она больше похожа по кустику своему на кабачок короткоплетистые кабачки тоже раньше вот были их больше сейчас совершенно кустовые кабачки раньше они были с плетями и иногда некоторые сорта кабачков они еще по-прежнему образуют небольшую короткую плеть и вот амазонка из таких же и в каждом междоузлия образуется плод но для того чтобы все эти плоды созрели и выросли конечно же тыкве нужен дополнительный хороший уход обязательно хорошее освещение полив подкормка у меня такого ухода как вы понимаете обычно нет поэтому у меня выросло три или четыре только тыквинки какие-то начали портиться потому что недозрели и я из них сделала уже какие-то заготовки но я вот не очень хорошо помню вкус наверное я не попробовала даже быстренько все переработала и все поэтому для меня сейчас будет тоже интересно попробовать на разрезе довольно толстенькая мякоть но и большая семенная камера конечно что не очень хорошо но вот верхняя толщина это хорошая толщина запах вот если у предыдущих всех сортов запах запаха тыквы вообще не было никакого отсутствовал запах тыквы легкий запах огурца у три стара картошка и деликата они вообще не пахнут практически без запаха то у этой тыквы запах есть и он странный не могу даже понять чем это пахнет это не тыквенный какой-то запах какой-то очень интересный такой запах и не могу даже сказать что он мне приятен этот запах он какой-то странный знаю чем это она так пахнет может быть после запекания все изменится ну давайте попробуем ее сыром виде сначала консистенция жесткая хрустящая малосочная вы видите сока практически не выделилась и очень очень сладкая она даже слаще мне сейчас кажется чем деликата на самом деле так слаще очень сладкий банан если деликат это банан то это очень сладкий перезревший банан просто сахарная тыква мне это нравится посмотрим конечно какая она будет после запекания но вот сладкие сорта тыквы идеально подходит для всяческих сладких блюд которых я знаю великое множество которые я с удовольствием готовлю кстати после прошлого видео было масса вопросов как теперь эту огромную кучу после дегустации переработать как ее съесть такое количество тыквы я знаю очень много рецептов из тыквы и не только знаю я еще их и готовлю использую тыкву фактически каждый день в приготовлении разных блюд поэтому у меня проблем с приготовлением нет абсолютно и вот я вам хочу показать что в этой книге я привожу несколько рецептов приготовления тыквы даже довольно много я бы сказала рецептов приготовления тыквы и это не просто какие-то рецепты я взяла там из интернета или из поваренных книг это рецепты которые я действительно использую постоянно готовлю из тыквы множество разных блюд потому что как вы сами понимаете тыквы у меня очень много ее нужно готовить и последний участник дегустации тыква коги гу которая не совсем соответствует своим заявленным характеристикам сортовым я возьму самую крупную потому что она на вес такая тяжеленькая сочная не высохшая мы сейчас ее оценим потому что и так у нас проблема проблема с этой тыквой нельзя еще больше испортить впечатление выбрав не тот плод и так толстая мякоть это здорово и я вижу что некоторые семена начали прорастать да это уже не очень здорово значит она недолго будет храниться все почему потому что она перепылилась и утратила свои сортовые особенности потому что коги гу она должна до весны належать сто процентов было бы запах обыкновенный тыквенный запах это уже совсем не коги гу я думаю пробуем какая она на вкус приятное удивление тыква сладкая как тыква деликата может так плюс минус с по сладости но в сыром виде она сладкая она сухая вы видите сока выделилась мало и такая жесткая мякоть что говорит о том что после запекания тыква будет с очень мягкой приятной консистенцией сладкого вкуса то есть тоже будет напоминать батат толстостенная сладкая не твердокорая пока что это ее достоинство то что семена начали прорастать это конечно большой минус и посмотрим какая она будет после запекания но все равно семена с этой тыквы я уже собирать не буду потому что это не чисто породное создание мы только лишь можем немножечко представить себе некоторые характеристики коги гу которые бы нам возможно понравились если бы мы ее вырастили попытки я конечно не оставлю найти чистый сорт и вырастить и попробовать отправляемся в духовку и так тыква запечена вот так она выглядит после этого без всяких добавок без масла соли сахара мы видим отличие конечно же и после запекания между разными сортами три стар такой бредный довольно рассыпчатая консистенция деликата тоже такая бредненькая но по сравнению с тыквой амазонка конечно же мягенькая очень такая тоже рассыпчатая это сладкая картошка и она неужели она еще сырая нет просто она такая очень твердая да то есть она не очень рассыпчатая крошащаяся такая мясистая но получше мы ее на дегустации сейчас оценим и амазонка конечно вот очень легко разделяется на части очень мягкая рассыпчатая я думаю что она будет очень вкусная коги гу посмотрите как потемнела кожура стала как у баклажана мякоть тоже очень интересно выглядит разделилась на какие-то такие волокна и очень 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 мягко очень легко она крошится на эти волокна как у кабачка спагетти но к сожалению вот этот признак он характерен для переопыленных тыков появляется вот эта волокнистость сейчас буду пробовать и добро пожаловать в ресторана людин сад где мы подаем исключительно блюдо из тыквы начнем нашу дегустацию начнем с три стара конечно же по порядку мы будем все пробовать соня идет сразу пробовать пробовать сладковатый такой плотненько довольно консистенции не очень он рассыпчатый как я уже сказала и в принципе неплохо подходит для мясных блюд потому что нет этой очень сильной сладости приторный такой приятный без тыквенного совершенно вкуса немножко такое как будто дымком пахнет деликата второе название этой тыквы хани бот медовая лодка я сейчас только вспомнила потому что это абсолютный мед не просто сладкий него еще и запах меда настоящий цветочный мед действительно медовая тыква абсолютно медовая как я этого раньше не замечал медовый запах потрясающий очень интересно теперь сладкая картошка а да консистенция у нее такая пюре образно вязкая нормальная консистенция для такой медовой как как варенье да из нее можно делать такое как бы вареньица сладкая картошка она и не была слишком сладкой в сыром виде и сладостью ее не сильно усилилась вот она в принципе годится для фаршировки и просто пожарить просто запечь тоже очень вкусно не приторно но медовая лодка это конечно что-то невероятно амазонка да это просто фантастика это очень вкусная тыква этот странный запах который сразу меня насторожил теперь он как-то преобразовался стал немножко каким-то фруктовым я не могу сказать что это может но в принципе тоже медовый вот этот цветочный медовый как и у медовой лодки вот этот вот аромат присутствует и она просто невероятно сладкая десертная тыква это это лучше чем марина из киоджи крамолу сказала но это так это лучше гораздо слаще и у нее не мученистый вкус она довольно такая сочная вязкая как варенье и коги гу тоже очень сладкая такая волокнистая вот я вам показывала ее консистенцию и привкус марина из киоджи и мучнистость такая некоторая у нее тоже присутствует как у марина из киоджи мученистость сладость но не такая сухая как марина рина очень сухая мучнистая какие выводы можно сделать то что тыкву можно кушать каждый день находить для себя что-то очень интересное поэтому проблем с рецептами с приготовлением с поеданием тыквы у меня нет никаких тыкву прекрасно может заменять картофель и макароны и яблоки и бананы нужно просто выращивать разные сорта и их использовать и из сегодняшней дегустации из пяти сортов если вы хотите тыкву для запекания с мясом с курицей или просто кусочками ее использовать в рагу то лучше использовать три стара и сладкую картошку тетушки сандерс если вы хотите десертную тыкву которую можно использовать в качестве заменителя и сухофруктов и сахара и варенья и пирожных и мороженых то тогда конечно же хани бот или медовая лодка или деликата и амазонка ну а коги гу к сожалению это переопыленный сорт поэтому мы не можем точно рекомендовать его для каких-то конкретных целей конкретно эти плоды очень сладкие очень вкусные и я буду их просто запекать я да я делаю так и просто вечерком запекают кусочки тыквы также как сейчас его на видео показала и просто их ем так как они очень сладкие достаточно сочные то больше ничего другого мне не нужно запаха тыквы классического запаха тыквы который так многим не нравится и который отвращает и от потребления тыквы и от в ее выращивания у этих сортов нет поверьте мне его тоже терпеть не могу поэтому подобрала уже десятки сортов без него просто выращивайте тыкву других сортов без этого запаха и не лишайте себя удовольствия употребления этого очень очень полезного овоща если вы не знали то тыква лидер по содержанию витамина а конечно же те сорта которые имеют яркую оранжевую мякоть и я надеюсь что видео вам понравилось оно было для вас полезным вы не забыли поставить лайк и подписаться на канал аленин сад потому что здесь уже очень много интересных видео про сорта овощей про то как их выращивать и я желаю вам всего самого наилучшего скорейшего выступления весны до нее осталось совсем чуть-чуть не успеешь глазом моргнуть а мы уже снова сеем на рассаду и богатого урожая хорошей погоды нам в этом сезоне